Привет, предприниматель! Это видео для тебя. Мы сейчас посмотрим, как работает UDS в бизнесе, в магазине одежды и то, как это может работать у тебя. Пойдем. Ну что, Ань, привет, рад приветствовать. Давно не виделись, кстати. Как у вас дела? У нас все хорошо, все отлично. Как раз у нас сейчас сезон, так что мы кайфуем, работаем, все здорово. Замечательно. Я думаю, что мы сразу тогда перейдем к цифрам и к фактам, потому что те, кто смотрит ролики, им это важно. Скажи, пожалуйста, предыстория того, как началось использование UDS именно в ваших магазинах. До знакомства с тобой у меня появилась именно потребность во всех наших магазинах в бонусной системе. То есть не было как таковых предпочтений, что мы именно будем использовать. Тут появился Рафаиль, мы с ним познакомились случайно на каком-то форуме, маркетинг-форум. И все, и зашел разговор, что надо, надо делать. Мы встретились, пару раз обсудили. Уже буквально через пару недель у нас UDS уже был внедрен. Здорово. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то моменты, которые связаны с тем, что не принял персонал или сложность во внедрении? Или, может быть, какие-то другие интересные моменты, которые так или иначе влияют на результат? В самом начале или в середине, в конце? Я могу просто кратко рассказать, как у нас это было. Вот как я уже сказала ранее, мы встретились с Рафаилем, обсудили, сказали, делаем. Тут же прошла оплата. Все. Дальше самое сложное, что у нас было, это связаться с программистами. И они внедряли именно это все в кассу, потому что у нас до этого ни разу этого не было. Это заняло где-то неделю, может, полторы. Ну, вот, на самом деле, постарались очень быстро все сделать. И уже в это время были написаны скрипты, обучался уже потихоньку персонал, морально готовился к тому, что им придется на кассе об этом рассказывать. И на самом деле, девочки, после одной большой планерки, у нас 4 магазина, я всех собрала, всем все рассказала. Они были рады, потому что наши покупатели сами просили уже, дайте нам что-нибудь, дайте, дайте. А пластиковые карты – это уже прошлый век. И поэтому нам хотелось что-то такое прикольное сделать. И номера телефонов куда-то все фиксировать, чтобы была большая база. И поэтому и сотрудникам было в кайф, скажем так, этим пользоваться. И нам стало легче, потому что, когда уже это все начало работать, люди знали, за что они получают скидки, как они их накапливают, какой кэшбэк. Ну, вообще все понятно, все доступно. В какой цифре сейчас выражается клиентская база? Сколько людей вы сейчас уже оцифровали и общаетесь с ними через EDS? На данный момент мы буквально, не знаю, недавно посмотрели, что у нас 8200 клиентов. Это, конечно, я считаю, неплохой результат, потому что у нас 4 магазина уже есть. Мы не с нуля начинали, это все. У нас очень много постоянных клиентов, плюс Инстаграм. В первый месяц-два мы активно раскручивали через Инстаграм. Люди подписывались, очень большая активность, там по 200 добавлений, по 200 скачиваний в день было. То есть это все очень-очень быстро набирало обороты. Сейчас просто стабильно в неделю тысячу, где-то примерно, не в неделю, сколько мы посчитаем? В месяц, да, в месяц примерно тысячу человек у нас приходят. К Новому году планируем 10 тысяч, но рост, как ты заметил, наверное, уже большой. Он увеличивается. И он увеличивается, и скорее всего 10 тысяч будет уже через месяц-полтора-два. Какие-то цифры, которые ты для себя конкретно отметила? Я точно знаю, что у вас была скидка намного больше, чем она есть сейчас. Может быть, какие-то моменты связаны с источниками трафика, расскажешь, или еще что-то. Что ты выделила для себя именно в цифрах, именно в результатах? Для нас самый большой плюс был в том, что нет именно фиксированной скидки. То есть вам 10, вам 5, вам там... То есть мы придумывали, тебе 10, тебе сегодня повезло 15. В общем, такого нет. Это все теперь оцифровано. Калькулятор все это автоматически считает. Поэтому люди сами знают, за что они получают баллы. Плюс у них еще есть личный кабинет, куда они заходят и видят свои баллы. Это вот самый большой плюс именно в этом у нас. По источнику трафика, понятное дело, что вот я уже говорила, что в Инстаграме у нас большой приход был, потому что люди видели ссылку и скачивали. Плюс Раф еще об этом позаботился сам. То есть выкладывал нашу ссылку, рекомендовал своим друзьям. И с UDS от ребят у нас тоже люди покупают. То есть у Рафа, наверное, уже много наших баллов только потому, что он... На целую юбку хватает. Потому что он нас рекомендовал. Это второй плюс именно по трафику. То есть люди даже у нас наклейки висят на зеркале, они сами это делают. Хотя у девочек задача, у продавцов, вот самое главное, я хочу сказать, это персонал. То есть у нас была проведена большая работа с персоналом, и девочки уже, начиная с примерочных, начинают людям рекомендовать UDS. То есть даже люди любят спрашивать, там, есть скидки, нет скидок. Девочки уже им говорят, скидок нет, но и уже там огромный кейс, там, как это, скрипт по использованию UDS вплоть до кассы. На кассе там огромная тоже работа происходит, люди скачивают прямо на месте, регистрируются, и потом они уже приходят, вот мои баллы, баллы, спешите, хочу пользоваться баллами. Это третий плюс. Именно люди сами вовлечены во весь этот процесс, начиная уже, грубо говоря, там, с примерочных. Ну и, наверное, и четвертый самый большой для меня плюс. Плюс я вижу, какие продавцы у меня продают, в каком магазине, какие цифры, то есть у меня это все в личном кабинете. Я это все открываю, там, я делаю анализ раз в неделю примерно, смотрю, плюс по магазинам, и туда еще входит у меня UDS. То есть смотрю, сколько клиентов добавилось, откуда они пришли, с зеркала, с кассы, по рекомендации. Продавцы сами лично очень много рекомендуют людей, у меня баллы берутся просто потому, что я кому-то там порекомендовала. Со стороны персонала какие-то были проблемы или все было хорошо? Я тебя знаю, почему я спрашиваю, потому что я тебя знаю со стороны большого профессионала, сильного человека, и я знаю, что какие-то проблемы, задачи, если они стоят у тебя в бизнесе здесь, на должности управляющего, всеми этими магазинами, директора, то я знаю, что если эти задачи возникают, то ты их быстро, моментально и всегда эффективно решаешь. Как была решена проблема или вопрос с персоналом? Да, я уже, мы с тобой чуть выше об этом рассказали, просто для меня это реально самый большой фактор, это персонал. То есть можно устанавливать приложение, там цифры, платить аренду, но если девочки не будут отрабатывать, не будут общаться с людьми, то результат вообще не был бы такого, он просто бы отсутствовал, скорее всего. Я уже говорила, то есть мы провели планерку, она была не одна, их минимум за год, именно по UDS, у нас планерки происходят каждую неделю, но по UDS штук 5 планеров точно было. То есть общих, когда мы собираем весь персонал и еще раз проговариваем, что нам надо делать с людьми, как им рекомендовать UDS. То есть основная задача обучить их, и ты меня спрашиваешь, наверное, потому что у других предпринимателей проблема с тем, что персонал не принимает вообще нововведения. Бывает, бывает. Да, это нормально, особенно если персонал чуть постарше возрастом, чем у нас, у нас девочки в основном 20-25 возраст, то есть такой очень гибкий, но и для них это огромный плюс, то есть они видят цифры, они видят, что люди именно к ним обращаются, у нас настроены комментарии, ответ людям на комментарии, то есть люди оставляют оценки, у нас в основном это 5-5-5-5-5, девочкам тоже раз в неделю скидываются все скрины этих комментариев, они смотрят, то есть мы хвалим их за это, и у них есть стимул работать еще больше, и чтобы люди их оценивали, и возвращались именно к ним, то есть в этот магазин, там, к Маше, к Насте, к Даше и так далее. Если бы к тебе подошел сейчас предприниматель и сказал, как у вас работает UDS, и готовы ли вы сделать так, ну, порекомендовать мне использовать эту систему у себя в бизнесе, как бы ты ответила на это? Да, я тебе, по-моему, рассказывала уже, что были пару предпринимателей, которые я прям просто, то есть, ну, меня спросили, я сразу ответила, наверное, уже сразу целую лекцию о том, что UDS классно, мы этим пользуемся, ну, и больше мне рекомендовать и нечего, и я бы больше не порекомендовала, вот, поэтому мне нравится, другим советую использовать, это здорово, и это очень удобно. В цифрах вы выросли? Да. Самое главное. И ты, наверное, заметила, что появляется функционал постоянно новый, да, и если ты заметила, ну, ты это точно заметила, появился функционал автоматического присоединения к компании, и я вот буквально вчера посмотрел цифру, которая зафиксирована там, в этом источнике трафика, и там, значит, цифра 385 тысяч рублей, которые пришли от тех людей, которые нажали кнопку автоматического присоединения, где-то сидят дома, а потом увидели еще раз эту карточку магазина Queen у себя в телефоне через UDS, пришли к вам и оставили 385 тысяч рублей. Вот такой вот интересный факт, который, возможно, ты видела, возможно, нет, смотрела. Да, это удобно, а у нас получается еще, то есть мало того, что мы рассказываем про свой магазин, вот то, что Раф сказал, что нас люди нашли откуда-то, ну, пользуясь там где-то в кафе, а раз-раз нас там нашли, о, магазин добавили, здорово, пришли в гости, так мы еще, ну, мои же сотрудники, то есть они на кассе мало того, что говорят, что это наша бонусная система, они еще говорят кафе, рестораны, куча других магазинов, пользуйтесь, скачивайте, то есть мы автоматически сами рекомендуем людей, агитируем, скажем так, для того, чтобы они использовали UDS еще в других местах, то есть мы такая бесплатная реклама остальных мест, да, то есть приход у нас есть, и не только именно внутри магазина, а еще и, получается, извне, от самого UDS. Ну что ж, Аня, спасибо за откровенный отзыв, я думаю, что главная задача, которую я себе оставил лично, она выполнена, задача состояла в том, чтобы у тебя были результаты, чтобы ты согласилась поделиться этими результатами. Тебе спасибо за то, что ты делишься результатами, за то, что эти результаты есть у вас в магазине, и успешной вам работы дальше. Спасибо. Спасибо.